Друзья, пару вводных данных перед началом просмотра. Прямо сейчас вы увидите вторую серию с джипом Grand Cherokee, но их будет три. А все почему? Вот на данный момент я за рулем автомобиля уже пять дней. Я катаюсь из тачки, вообще не вылазиваю. Машину изучаю полностью, все записываю, плюсы, минусы, все веду. Будет третья серия, где я вам прям детально расскажу об автомобиле. Серия получится минут на 30. Но это будет действительно полезная серия, потому что я очень сильно постараюсь это сделать. Вот сейчас, допустим, я уже изучил все моменты. Приезжаешь парковаться, в режим паркинг ставишь, тачка опускается, видите, пневмон вниз упала. Чтобы мне было удобнее выходить. Опять-таки, мы отправимся на бездорожье, и вот этот бампер, ну вот эту губу, скажем так, пластиковую, ее можно легко снять. Но я на бездорожье аккуратненько катался, машина дорогая, сами понимаете. Если вдруг что случится, что-то оторву, ремонт весь за мой счет. Поэтому не стоит бомбить в комментариях, типа, Димон, да это всего лишь легкая горочка. Посмотрите, красиво сняли, постарались, поэтому я думаю, вам будет приятно это посмотреть. В любом случае, третья серия будет самая бомбическая, постараюсь прям все выводы за автомобиль собрать в кучу. Друзья, всем привет, и для меня прямо сейчас начинается второй день владения вот этим интересным автомобилем. Напоминаю, мне его дали на недельку покататься. Ранее выходила первая серия, где мы с ним просто познакомились. Я вам кратенько рассказал, что это такое, и кратко, что он из себя представляет. Напоминаю, что в моем случае это джип Гранд Чироки в комплектации Трейл Хоук. Это внедорожная версия. Я поднимал тему, а кто будет ездить на автомобиле за 4 миллиона на бездорожье. Я не погоню его на какие-то говна из серии, что мы будем кататься по полям. Ну зачем это делать? Мы сейчас с вами рассмотрим простую ситуацию. Мы находимся в Московской области, в городе Каширо. Вот сейчас мы находимся в частном секторе. Я вам показываю несколько зарисовок с дрона, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот вокруг идут частные дома, здесь живут люди, зачастую как прошел дождик, грязь пошла. На седанчике здесь передвигаться, ну можно, но не так комфортно. На паркетничке тоже можно передвигаться, но когда есть денежка, либо ты не боишься вторичку и берешь интересный автомобиль, вот эта тачка подарит вам совсем другие эмоции. И самое главное, она вам принесет уверенность при проезде вот такого рода сложностей. В съемке данного видеоролика принимал участие вот этот малыш. Это видеорегистратор iBox Z900. Этот малыш действительно очень компактный, имеет возможность скрытой установки. Ну смотрите, в комплектации идут несколько креплений. Первое, это присоска для тех, кто предпочитает на ночь не оставлять видеорегистратор в автомобиле. То есть аккуратненько раз его за зеркальце и все, никто его даже не увидит. При этом, когда твой автомобиль, ты провод аккуратно скрыто кидаешь, все, никаких вопросов не будет. Если ты оставляешь навсегда видеорегистратор, то есть дополнительное крепление, которое идет с роликом, скажем так, крутящимся. То есть ты снимаешь дорогу, остановил тебя кто-то. Ты можешь повернуть, записать там разговор с инспектором, либо еще что-то. Обращаю ваше внимание, что регистратор снимает с качеством Full HD. Но сами понимаете, в солнечную погоду он снимает лучше, в пасмурную погоду чуть хуже. Но в целом, для того, чтобы записать все происходящее, уровень хороший. Здесь стоит встроенный Wi-Fi модуль. Таким образом, вы можете скачать специальное приложение и скачивать все файлы ваши на телефон. Сняли материал и тут же просмотрели на вашем мобильном устройстве. В нем есть функция G-сенсор и датчик движения. Угол обзора у него 170 градусов. То есть вешаем его перед автомобилем и все, что происходит на дороге, попадает к нам в кадр. Друзья, действительно годная вещь. Цена вопроса всего 4 499 рублей. Купить вы его можете в магазине Автоцифра. Ссылочку на них оставлю в описании. Все друзья, кто видели, говорят, вау, прикольно именно то, что он маленький, небольшого размера. Устройство умное. Все перечислять не буду. Заходите на сайт, читайте, знакомьтесь. Если будете ссылаться, что вы от меня, что вы от Машкова, вам сделаю дополнительную скидку. В первом видео я вам рассказывал о том, что здесь идет система Select Train, которая помогает нам на бездорожье. То есть здесь куча различных вариантов. Восьмиступенчатый автомат. Когда мы забрали автомобиль и давили на педаль в пол, автомобиль очень плавно разгоняется. Я понял, почему. В первую очередь здесь нету так называемого кикдауна. Поэтому я уверен на 95%, что когда ты просто едешь по городу в обычном режиме, автомобиль работает по принципу максимально экономить топливо. Если ты начинаешь педаль газа, скажем так, чувствовать, то есть ты приподдерживаешь обороты, приподнимаешь их, додавливаешь. Не надо давить прям до пола. Машина начинает ехать. Чтобы не нужно было ничего ловить, просто-напросто включаем режим спорт, меняется алгоритм работы коробки, меняется алгоритм работы двигателя. И то есть ты уже нажимаешь на педаль в пол, уже чувствуется острый отклик, то есть машина начинает реально срываться. Изначально он как бы на этой полноприводной версии, но больше крутящий момент идет на заднюю ось. Таким образом машина уезжает вперед. И сказать о том, что слабовата динамика, в первом видеоролике я так и говорил. Но вот сейчас поймали его, то есть я его прочувствовал. Далее, когда я снимал серию дневников Мазды 6, очень много роликов было снято благодаря вот этой книжечке. Это называется инструкция по эксплуатации. Вы хоть раз открывали, читали ее. Вот вчера вечером я сел, начал ее изучать, друзья. Эта машина, здесь вот казалось бы, какой-то идет дисплейчик старенький. Ничего интересного в автомобиле нету. На самом деле это далеко не так. И вот эта версия, которая стоит 4 миллиона рублей, и из них 500 тысяч рублей выдать как раз-таки условно за вот этот вот селект трейн, за возможность передвигаться на бездорожье, оно того стоит. Объясню. Здесь внутри есть возможность смотреть внедорожный режим. То есть вы выезжаете, вы видите, как у вас машина стоит, под каким углом, какие колеса у вас работают. То есть она вам реально помогает. Более того, читая вот эту книжку, я узнаю многие новые вещи для себя. Так, например, казалось бы, 4WD Low. Всем ясна тоже понижающая передача, что есть там легкие хитрости, как правильно ее включить через нейтраль, этим никого не удивишь. Но факт в том, что если по глупости сесть, вот это ничего не изучать и кататься на сухой дороге на этом режиме, то можно убить прераздатку. То есть понимаете, о чем я, да? То, что нужно все-таки читать и джип, и американцы, они же задрочены вот именно на том, чтобы сделать идеально, как они считают, автомобиль для бездорожья. Я ни в коем случае не берусь его нахваливать. Здесь есть к чему придраться. Но в целом там интерьер автомобиля старый, не об этом речь. Эту машину конкретно в этой комплектации берут для комфорта там, где нет дорог. И вот давайте мы сейчас с вами сымитируем ситуацию, что вы приехали к себе на дачку, дождичек прошел, как сейчас, и вам нужно спуститься с этой горочки и подняться в ту горочку. Казалось бы, все легко. На седане вы здесь не проедете. Там местами идут такие выбоины, что у меня проратец на Мурана боится ездить в силу того, что там висит выхлопная труба, ее можно оторвать. Здесь же автомобиль напоминает 218 миллиметров дорожный просвет. Переходим, например, в режим грязь, он поднимается на плюс 35 миллиметров. И максимально автомобиль можно поднять в самый такой жесткий, скажем так, оффроуд. Это будет порядка 280 миллиметров. Значит, регистратор наш уже все пишет. Вы будете видеть картинку как с него, так и с основной камеры. Что мы сейчас делаем? Ну, в первую очередь, переходим в режим мут, ну, так называемая грязь. И автомобиль автоматически сразу начинает поднимать подвеску. Вот покажи, пожалуйста. То есть сейчас у нас будет примерно, ну, 255 миллиметров. То есть прям точную цифру называть не буду. Факт в том, что мы поднялись. Раз. Дальше я включаю систему помощи при спуске. Два. Ну и все. Задача наша простая. Мы сейчас спустимся вниз и поем наверх. Он автоматически сразу отключает курсовую устойчивость. В общем, машина реально умная. Я очень часто видел такие моменты, когда, знаешь, прям вывешиваю диагоналку. Чуть газку дадут, там колесо чуть прокрутится. Говорят, о, видите, колесо крутится, это неправильно. А видел такие моменты, где люди, которые разбираются в этих автомобилях, выезжают на бездорожье и показывают просто-напросто чудеса. В общем, не будем размазывать кашу по тарелке. Поехали. Поймите правильно, у меня нет задачи вас чем-то удивить, сказать, вот, смотрите, что я умею отправиться в какие-то поля. Нет, я вам хочу показать реальную ситуацию и жизнь. Вот сейчас прошел дождь, здесь становится скользко. Хорошо, что здесь особо никто не ездит, дорога не размытая. Мы потихонечку сейчас с вами спустимся вниз и потом будем подниматься. Вот обратите внимание, когда дорожный просвет становится. В первом видеоролике я рассказывал, что есть люди, которые поднимают автомобиль, подвеску выше, да, выезжают куда-то, мостами садятся. Тоже важно понимать, надо смотреть за дорогой. Специально каких-то условий создавать для автомобиля, чтобы его засадить я не буду. Мы едем как едем. То есть представьте, что вы возвращаетесь домой и ваша задача спокойно проехать с комфортом. Вот сейчас день и светло. Вчера мы здесь катались ночью, когда было вообще выколи глаз, скажем так. Вот если ты едешь по дороге ровно, то все хорошо светит, фары тебе освещают дорогу. Но когда ты передвигаешься по бездорожью, то есть ты представляешь, что мы сейчас вниз спускаемся, потом начинаем подниматься вверх, света просто-напросто не хватает. Вот прям напрашивается сюда отдельный блок света, который будет тебе светить в левую сторону, в правую сторону. В зеркала я бы вставил дополнительный тоже свет, чтобы ты мог включить так называемый режим передвижения в ночном времени, вот по полям. И чтобы вокруг тебя все освещалось. Опять-таки в нашем случае есть только одна камера, она находится сзади. Да, удобно, комфортно, динамическая разметка присутствует. Но вот спереди камеры нету. Кто-то скажет, а нафига она нужна, если ты будешь выезжать на бездорожье, ты тут же ее запачкаешь. Не, ребята, она здесь нужна. Вот у нас есть, например, активный круиз-контроль, бешеных денег стоит функция, но нету камеры. А здесь бы она очень даже помогла, и в том числе помогла бы, если бы она была бы в зеркалах. То есть передвигаться на некоторых участках приходилось выходить, светить фонарем, смотреть. Очень хороший участок, согласитесь. То есть можно потестировать автомобиль, вот ты купил, например, тачку, если ты хорошо работаешь, зарабатываешь, тебе нравится покататься на бездорожье. То есть вот здесь по оврагам покататься, ну, интересно будет. Вот если съехать вниз получится, у нас нет? Я вижу сейчас, как работает вся моя подвеска, что у меня ходит, как приподнят мой автомобиль, то есть под каким углом я стою. Это действительно удобно, и на каком-нибудь паркетнике ты этого никогда в жизни не увидишь. Но ты понимаешь прекрасно, да, что джип, паркетник, сравнивать нельзя. Это к вопросу о том, за что мы условно можем заплатить. Поднимаю автомобиль еще выше. Вот сейчас мы поднимемся примерно до 280 миллиметров. Вот она горочка, покажи. Вот я попробую на нее заехать. Подчеркиваю, на Мурана здесь была бы жопа сразу. Сюда запросто можно запрыгнуть на какой-нибудь Ниве, сюда запросто можно заехать на каком-нибудь Прадо стареньком, на который, ну, не жалко будет. Мы поедем потихонечку. Получится заехать хорошо. Подчеркиваю, я никогда не хвастался, не рассказывал вам о том, что ты знаешь, какой у меня опыт на бездорожье. Нет, мы сейчас поедем все пробовать на живую, сами на себе. Все, режим грязь у нас включен. Поперли. То есть вот я допустил сам по себе ошибку, да, видите. Что я чуть-чуть притормозил. Давайте попробуем еще разочек. Вот сейчас я перевел в режим 4WD Low. Все сделал правильно, через нейтралочку. Поехали. Поехали. Это, к слову, о том, кто хотел начать смеяться и говорить, блондин, да ты что, друзья. Подняли автомобиль на максимальную высоту, включили понижайку, 4WD Low, все сделали интересно. Пожалуйста, запрыгнула вперед. Вот зачастую какая может быть ошибка? В силу того, что человек может быть неопытный, боится. Потому что со стороны ты смотришь, да блин, а что там, тем более, когда ты дома. Но вот так подниматься, газку, 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 главное не сбрасывать. И заехал. Ну не мне вас учить, я уверен, потому что среди вас есть опытные владельцы автомобилей, которые знают, что такое настоящее бездорожье. Подчеркиваю, мы с вами тестируем возможность просто вернуться к себе домой. Вот, сейчас начинает работать система полного привода. Ну прет. Понимаешь, вот я просто держу педаль газа. Давай, 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 давай. Ну это джип, ребята. Как бы это вам не какая-то там, хотел сказать, приора, блин. Это джип, парни. Тут не надо ничего нахваливать. Тут просто нужно выехать и спокойно показать, как ты возвращаешься к себе домой. Понимаете, есть машина, где есть какая-нибудь там псевдоблокировочка, где по сути вообще ничего нет. Например, на некоторых автомобилях есть система полного привода, она сама с собой работает всегда в режиме авто и все. Вот эту тачку, я почему ее рассматриваю? Потому что интересно, можно поиграться. Опять-таки, если я раньше смотрел на гражданскую версию Limited, то сейчас, с одной стороны, кажется, блин, Trailhawk интересная версия, но нет. Потому что я делаю это крайне редко. Опять-таки, первый раз, условно, мы здесь проезжаем. Всегда я езжу по дороге, но для тех, кто любит выезжать на природу, я думаю, эта версия будет интересна. Я ни в коем случае не пытаюсь вам там пихать джип, вот, посмотрите, купите. Я уже рассказывал вам, что мне этот автомобиль нравится. Если бы я себе его взял, я бы его взял бы себе больше для города. Версию Limited, например, с дизелем. Задел бы его по стайлингу интересную, потому что морда-то, посмотри, ну, агрессивная тачка интересная. Вот эти два ярко выраженных крюка, с одной стороны, да, для дела. Можно кого-нибудь зацепить, там, если лебедочку где-то повесил, поигрался, поехал. С другой стороны, ну, в повседневной жизни они нахрен не нужны. Но просто внешний вид, такую агрессию автомобилю придают. Тяга, в принципе, не плохая. Скажу так, что на дизеле, ну, 550 крутящего, друзья, нужно что-то объяснять? Здесь у нас 347 крутящего. Если бы была версия СРТ с бешеным, я бы сказал, мотором, это, блин, совсем другая история. Но там машина сделана погоняться, показать всем, какой у тебя крутой выхлоп. Здесь хороший потенциал вот для бездорожья. Так, ну что, мы, в принципе, доехали. Дальше там дорога простейшая, мы уже проезжаем по ней, и мы находимся возле дома. Поехали обратно. Итак, ну, мы теперь потихонечку спускаемся обратно. Это будет гораздо сделать проще, но не менее интересно. Друзья, прикольно. Знаешь, я теперь понимаю, почему люди любят выехать на бездорожье. Да и вообще, в целом, всегда это понимал, в этом есть свой кайф. Конечно, круто это делать, когда у тебя машины подготовлены, когда тебе не жалко экспериментировать, не жалко куда-то порваться в горы. Но вот этот автомобиль все-таки я бы назвал более приземленным, в силу того, что цена у автомобиля не самая низкая. А так, если есть бабки, если вы неплохо зарабатываете, то почему нет, гайфовать вы точно будете. То есть, хорошее сочетание того, что ты можешь и на бездорожье неплохо себя проявить, и в тот же момент по городу ты можешь передвигаться с удовольствием. Я вам скажу так, что я заметил, что на этом автомобиле довольно-таки жестковатая подвеска. Но когда ты передвигаешься по городу и проезжаешь легкие неровности, стыки, ну, блин, слушай, даже комфортнее. Автомобиль интересный, и самое главное, что вот правильно говорят, хочешь почувствовать тачку, нужно взять ее как минимум на неделю, много кататься, много ездить, выезжать в разные условия, тогда у тебя будет хорошо сформированное мнение. Но я вот соглашусь в этой ситуации, когда речь идет о сложном автомобиле. Сами понимаете, когда мы берем некоторый седан, ну, что там вот кататься на нем неделю, если там все и так понятно, ну, седан, ну, передний привод. Это вам не хухры-мухры, это джип Grand Cherokee версия Trailhawk. Мы его тестируем, мы продолжаем кататься, мы продолжаем наблюдать. Изначально я думал сделать две серии, но нет, мы сделаем побольше. Обратите внимание, какой ход подвески, какой дорожный просвет, ну, это реально впечатляет. Вопросы какие-то есть, я думаю, вопросов здесь никаких нет. Мы вам показали на своем примере, что будет, если вдруг вы живете за городом, и хотите передвигаться с комфортом к своему загородному дому, либо же к вашей небольшой избушечке, и вы купили автомобиль на вторичном рынке. Потенциал достойный. Уверен, что и обычная версия здесь тоже могла бы проехать, но вот пневмоподвеска, различные выборы режимов управления на бездорожье, это огромный плюс. Друзья, я вам хочу напомнить, что в описании к этому видеоролику вас также ждет ссылка на видеорегистратор, вас также ждет промокод на дополнительную скидку. Купить вы устройство можете в магазине Автоцифра. У меня на этом пока что все. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях, давайте ваши советы, где нам еще затестировать этого парня. Мы будем продолжать. Подписывайтесь на инстаграм-канал. До новых встреч. Всем пока-пока.